Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сангейт-центр, радио-центр Сангейт. Мы продолжаем встречи с доктором Айбеком Изатовым. Здравствуйте! Здравствуй, Айбек! Рад приветствовать тебя в центре. И тема у нас та же. Как быть счастливым, как быть успешным, как быть здоровым, в конце концов. Ну, а Юрведа – это инструкция к долгой и счастливой жизни. Предназначение человека – быть счастливым. Если человек счастлив, значит он здоров, значит он успешен, значит у него всё в порядке. Вот об этом мы и говорим. Отлично. Мы как раз говорили о душевных силах. Значит, когда у нас нет тех талантов, которые, значит, ну по воле случая, я не знаю, по генам некоторые люди имеют, и они успешны, как бы уже рождаются успешными, да. Ну, такие великие певцы, там, великие математики, физики, у которых есть лично талант. К сожалению, у многих этого нет. И этот талант нужно найти в себе. У меня сейчас как раз была одна женщина, она говорит, вот как вы могли все эти экзамены сдать здесь, и одновременно работая, и у вас дети, и у вас свой бизнес, и всё такое. Как вы могли вообще-то? Я так думаю, действительно. Вот времени нет вообще, да. Нужно приходить ночью, ночами готовиться. Экзамены считаются, если малые экзамены, считаются самые сложные экзамены в мире, считаются. Потому что он идёт, знаешь, первый экзамен 8 часов, второй экзамен 9 часов, потом идёт 12 пациентов, должен взять, потом двухдневный экзамен идёт. Ну, ещё такой стресс, полный стресса экзамен. Я думаю, действительно, я, ну, получается, я хвастаюсь, но в Америке все хвастаются. В общем, я говорю, что за счёт того, что я выработал в себе, значит, не то, что выработал, я нашёл истоки душевных сил, которые здесь обзывают по-разному. Это мотивация, селф-мотивация, там, атропедюс, как это называется, страсть к знаниям, всё такое. Ну, я это просто обзываю. Душевная сила должна выработаться вот эта душевная сила, которая, вот, как этого дядьку звали, барон Мейхаузен, он же говорил, если взял, вытащил, вот такая вот сила должна быть. И каждый из нас. На самом деле, это такая сила называется шакти. Ну, видишь, какое-то образование, Миша. Да уж. В общем, дело, давай не будем путать, знаешь, вот эти вот всякие шакти, Эти термины. Макти, там, я не знаю, мухти, самадхи, ситхи. Есть такие же слова на русском языке? Есть. Душевные силы. Ну, ты их называешь душевными силами, но у нас есть, уже это все знают, чакры. Кстати, это энергия, которая в нас находится. Чакры, макры, янтры, тантры. Энергетическая составляющая нас. Основывается всё. Что и есть душевные силы, как ты их называешь. Да, и их найти, это действительно достаточно непросто. Потому что в теории мы знаем всё замечательно, в практике мы, к сожалению, не можем это сделать. И причём по разным причинам. Что самое интересное, что в этом виноваты в основном мы, потому что мы не даём себе возможности это сделать. Если мы пашем, пашем, пашем где-то на работе, то у нас нет возможности. Сейчас я вспомнил, в мусульманстве вот эта душевная сила называется баракя. Это ещё лучше, чем шахти. Да, они говорят, вот я прихожу, допустим, к старому деду, ну или к папе, или к маме, я говорю, благословите меня. Там принято, знаешь, приходишь, пожалуйста, благословите меня, я вот сейчас иду туда. Пожалуйста, благословите меня, я сейчас еду в Америку. И они всегда говорят, сынок, найди баракя. То есть найди душевные силы, понимаешь? Найди баракя. Вот это самое высшее благословение. Понимаешь? Они не говорят, я тебя благословляю, чтобы ты там процветал в Америке. Нет. Они говорят, сынок, найди свою душевную силу. Вот поэтому, значит, по сути мы к этому и идём. Вот я сейчас буду делать презентацию как раз. Значит, курс называется, ну у меня много курсов, знаешь. Я учу массажистов, как правильно делать массаж. Здесь у нас, ну, мои клиенты, мои пациенты, они, ну, как бы, я с ними общаюсь, естественно, они хотят, чтобы я организовал курс, я его назвал йога-продление жизни. Можно даже сказать, йога-продление счастливой жизни. Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше. Ну, ты за словом корона не полезешь, это точно. Да. Что ты думаешь вообще? Я думаю, это совершенно замечательно. Я могу только посоветовать всем нашим радиослушателям, в данном случае телезрителям, в общем-то, прийти к нам на презентацию, послушать твою презентацию, а дальше сделать вывод самим. Подходит это или не подходит, но, во всяком случае, техника, которая и тот курс, который ты собираешься делать презентацию, это, ну, будем говорить, не совсем традиционно в нашем понимании, так как люди привыкли куда-то идти в школу, в высшее учебное заведение или на какие-то даже воркшапы для того, чтобы постигать самого себя. Вот скажи тогда, в чём разница? Ну, я-то, в принципе, понимаю, о чём идёт речь, но не все, я допускаю, этого знают, не понимают. А в чём разница между традиционными курсами, которые можно сегодня... Всё открыто, интернет развитой, так скажем, и там всё есть. Вот почему у тебя именно вот такой курс, а не другой? Если ты помнишь, значит, на первой нашей встрече, мы делали видео, мы делали радио в помощь, я сказал, что, к сожалению, альтернативная медицина, которая, включая в себя и Арведу, и Джудши, и Китай, и Тибет, и о чём хочешь, значит, они, ну, вот, с точки зрения, так сказать, всемирно, интернешнл, да, так сказать, с точки зрения, я вижу, что рейтинг очень быстро падает. Хиропракторы и всё такое. Но при этом современная медицина, она как-то подскочила, знаешь, появились новые методы, значит, imaging studies, то есть MRI, там, CT scan, CAT scan, PT scan, всё это такое, что просто сказка, да? За счёт этого поднялся уровень. В современной медицине огромное количество фактов, огромное количество исследований, но их нужно по полочкам собрать и интегрировать. И потому что всё есть, а лечение так, к сожалению, желает оставлять лучшего. Поэтому, и я о чём хочу сказать, что вот в той передаче я сказал, что нужно интеграция, нужен такой ум, который сможет сфокусировать это. Я старался это делать, понимаешь? И я пришёл, я делал публикации на эту тему, значит, в пресс-релиз, в основном. Значит, единственный механизм, который, так сказать, Бог создал для человека и для всех живых существ, который восстанавливает, омолаживает, лечит. Единственный механизм – это сон. Но сон продуктивный. Если сон не продуктивный, я работал с врачами, я до сих пор работаю с группой врачей, которые занимаются… Вчера я, значит, договорился с гинекологом, Алексей Абрадосиаспиталом, которые, значит, я именно хочу довести до них, что многие заболевания, можно сказать, 90% заболевания зависит от сна. Полисомнография, знаешь, что это такое, да? Слип стать. У нас, кстати, есть институт по исследованию сна. Да, с доктором Голубином я как разговаривал, я тоже сам с ним делал полисомнографию. Хороший дядь, очень умный. Советую, кстати. Я с ним хорошо знаю. Да, в общем, я хочу сказать, что сон – это божественное лекарство, понимаешь? И практически все заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сосудистой системой, сенжесосудистой системой, нервной системой, Parkinson, Alzheimer, любое заболевание возьми. Истоки идут от непродуктивного сна. Потому что я делал feedback, neurofeedback, полисомнографию. Человек после 40 лет, значит, у него продуктивный сон только первая фаза. Три остальные фазы абсолютно непродуктивного сна. Это полное восстановление. Вот я еще помню радио, ух, 40, какой радио? 12.40 я делал тоже презентацию. Я говорил, что это можно сравнить с лампочкой. Вот мозг, лампочка, да? Вот если, допустим, ей дано 18 лет гореть, да, лампочки, не включая, выключая, она будет гореть, она потом исчезнет. Ну, в смысле, перегореть. Но если ты будешь ее выключать, потом включать. Это будет у тебя не 18 лет, а 36 лет. То же самое с мозгом. Но что происходит? У нас до... Обычно у тебя 35 лет. Приходит период, когда мы выключить уже ее не можем. Ты понимаешь? Мозг мы уже выключить не можем. Он постоянно работает. Он постоянно работает. И во сне должен. И что возникает? Порочный круг. Ты понимаешь? После 40 лет начинает резкая редакция of the mass. Вот эта вот мозговая масса начинает уменьшаться. И в 40 лет она уже на 5% меньше, чем у тебя было в 35 лет. Мозг уменьшается. Что происходит? Резко ухудшается память. Резко повышается порог чувствительности. Любая боль, которая по идее не должна давать о себе знать, она чувствуется, потому что порог чувствительности, вот этот action potential, он снизился. Почему? Потому что мозг высыхает. Он не такой, как тебе сказать, его амплитуда становится все меньше и меньше. Амплитуда, я имею в виду его чувствительность, я имею в виду его реактивность. И он становится просто как сухарик. И единственная причина этого, то что мы не можем его отключить. Мы не можем его отключить. Поэтому йога, восстановление, продление, счастливой жизни. Единственное... Это общее название. Это общее название? Нет. Но я это синтегрировал. В основе этого лежит древнейшее писание, древнее, чем Айурведа, Шива Сутра. Есть два вида Шива Сутра. Есть черный, этот, значит, Южная Индия. Но есть Ведьяна Шива Сутра, Шива Сутра, который Оша попытался объяснить. Но Оша, он такой философ, он может мозги замутить, но он конкретно, честно говоря, ничего не сказал. И значит, это же приходится хвастаться, но это некрасиво. Но у меня учитель, я ему, когда Ошу книги подарил, я там купил эти книги, я думал, что это вообще, значит, такое дело. Он так рассмеялся, он говорит, потому что мой учитель, нам Оша, похоже, да? он считал просто фантазером, наверное. Это его личное мнение, я преклоняюсь перед трудами у меня Ошу. Значит, что я хотел сказать, что вот эти вот 112 техник медитации в Шива Сутре как-то более-менее отражают вот эту вот методику, которую я разработал. Значит, я одновременно учу, значит, массажистов, которые повышают квалификацию у нас в Америке этим техникам, ну, так, знаешь, очень поверхностно. А на курсах, значит, в принципе, уже очень много желающих, но если, к сожалению, места ограничены, поэтому... Олег, у нас есть возможность пригласить всех желающих на живое, так сказать, общение на интернет, то есть для начала это... Слушай, можно сделать в этом формате. Почему надо, чтобы люди приходили сюда, если сюда не... Вот именно, многие могут не прийти. я должен... У меня есть фидбэк, я должен видеть, что происходит на графике, я должен видеть его, значит, основные данные человека. Ну, это та методика, которую когда-то мы здесь сделали, по-моему, в этой комнате. Нет, нет. Нет? Основа была там положена. Да. Да, потому что я всегда аппарат и я хотел, я всегда хотел найти, значит, именно такой вот, построить такую доктрину, которая именно вот ты поспал, знаешь, свежий, полный сил, начинаешь работу. вот ты проснулся и ты чувствуешь, что ты не выспался. Вот какой может быть в тот день? Это, да, это просто... Были, кстати, люди в истории, которые спали и по два часа, но они за эти два часа умели отдохнуть. Нет, такого нет. Ну, как нет? много примеров есть, в том числе Эйнштейн. Ну, во-первых, это недоказуемо, во-вторых, ну... Это в литературе есть. Эйнштейн, там, все такое... Люди, которые спали, ну, по несколько часов в день, им этого хватало, но они умели пойти... Ну, к сожалению, он мог волосы свои расчесать, ему нужна была женщина какая-нибудь. У него было очень много женщин. Ну, это уже другая тема. Да, ну, знаешь, про Эйнштейн я тоже могу могу рассказать. Мы сейчас говорим про сон. Ну, знаешь, Эйнштейн никогда не говорил, что он спит два часа, во-первых. Знаешь, люди вот так, он там сделал эту теорию, да, которая, по сути дела, ее уже многие опровергли. мы сейчас... Не, подожди, я уже... Просто есть люди, которые, знаешь, начинают надбить. Может быть. Есть... Есть техника, она называется тоже йога, только йога-нидра. И эта техника... Это кто это, Рузов? Что это такое там? Я... Кто-то мне поставил этот йога-нидра? Это не Рузов. Я не знаю, может быть кто-нибудь. После такой йога-нидра, я знаете, я говорю, у человека и так миллион проблем, вы еще ему проблемы, вот делай вот это, вот делай вот это. После вот этого, да, я говорю, вот у него были проблемы, вы ему еще создали проблемы. Вот зачем это надо? Я не знаю. Я говорю о той древней технике, которая есть. Нет, она была. Ну, ее интерпретируют неправильно, понимаешь? Это вопрос другой. Вот эти вот... Вам нужно это делать. Вам, вы... Понимаешь, кто говорит, вам нужно вот так сделать, вам нужно вот так сделать. Нужно вот так сделать, нужно вот так сделать. Вот думайте об этом, думайте об этом. Понимаешь, ты человек векарь, еще больше создаешь ему напряг в голове. Хорошо, хорошо. Эйбек, у нас время нашей программы достаточно ограничено. Хорошо. То есть, эта программа, это курс, правильно? Это курс? Да, это курс. Это... Курс. Йога-продление жизни, правильно так называется? Замечательно. Значит, человек приходит, мы определяем его уровень, активность его мозга, мы определяем уровень, значит, его... Насколько сжаты его мышцы, насколько он, знаешь, скованный, какие именно мышцы мешают ему заснуть правильно. Значит, какие... Ну, естественно, мы собираем анамнез, допустим, что больше его беспокоит. Допустим, у меня анкзайзи, или кто-то приходит, у меня спина болит. На самом деле, знаешь, у всех идет остеопороз, у всех идет дегенерация межпозвоночных дисков, и, естественно, спина болит. У некоторых людей она никогда не болит, потому что у них хороший сон. Хотя идут эти процессы, но они его не чувствуют, потому что нервная система, она, значит, настолько восстанавливается, вот эти вот внутримозговые нейромедиаторы, их количество, количество АТФ, энергии в мозге, что, значит, срабатывает компенсаторные механизмы, и человек активный, он, знаешь, как тебе сказать, во-первых, с хорошей, четкой памятью, с хорошим, знаешь, различающим такой разум, анализ. Вот это все, это все атрибуты, значит, человека, имеющего хороший, продуктивный сон. как только снизляется функция, в том числе у женщин, допустим, у них отсутствует либидо, сейчас очень болезненно, да, у женщин, или у мужчин, допустим, достаточно напрямую связано с работой мозга, значит, какие еще проблемы, допустим, пищеварение, запоры, я полагаю, так, что когда мы придем на презентацию, мы о многом узнаем, то есть, действительно, очень много проблем. Не надо, не надо, значит, как тебе сказать, винить то, что мы едим, не надо винить то, что мы пьем, не надо винить то, что мы не знаем, там кто-то, значит, пришли, соленую воду напились, отекли, все такие, там, отравились, знаешь, что нам делать, я говорю, возглава соображать, зачем пить соленую воду. Это, ты, о последней программе, говоришь? ко мне пришли, да, люди, мне просто, вот это вот все такое, Миша, знаешь, что я тебе скажу, нужно быть ответственным за свое тело, я не раз это говорю, вот, каждому человеку Бог дал вот это вот тело, которое уникальное, универсальное, которое является в этой жизни проводником к высшим мирам, вы над ними издеваетесь в таком образе, таким образом вы являетесь ответчиком в этом плане. Поэтому, прежде тем, что-то сделать, сделайте ресурс на интернете, пожалуйста. Ты понимаешь? Ну, поэтому... Мы сейчас говорим о том, что не кто, а конкретно, если говорить, доктор Айбек Изатов уже сделал ресерч, это я, так сказать, уже тему, завершая эту тему, и поэтому, дорогие друзья, наши уважаемые радиотелезрители, обращаясь к вам, вы можете элементарно, как минимум, узнать, о чем идет речь, то есть, уже есть какие-то даты этих презентаций. Вот у нас сейчас будет курс 24 сентября с массажистами, трехдневные, я думаю, в начале октября мы будем собирать, ты просто определись, когда, и давай сделаем. Я-то определюсь. Дорогие друзья, программа записывается, она выставляется в YouTube, в Facebook, вы всегда можете ее просмотреть в записи, возвратиться к ней, и если есть какие-то вопросы, вы можете задать нам, это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, еще раз, мы говорим на русском языке, это означает то, что любой желающий может подсоединиться к нам на интернет, даже если он живет не в городе Чикаго, Соединенные Штаты Америки, и это sungates108, солнечные обороты, на конце буквы sungates108, это скайп, это телефон также 1847-226-9956, то есть, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то замечания, предложения, вы всегда можете задать эти вопросы доктору Изатову, можете задать эти вопросы мне, и мы с удовольствием на них ответим. Ну, на этом тогда нашу встречу мы можем закончить, и мы будем продолжать, то есть, мы встречаемся раз в неделю с доктором Изатов, и мы продолжим эту тему, более подробно узнаем тогда об этом курсе, и подискутируем, возможно, потому что есть какие-то все-таки мнения по этому поводу, Подготовься, да, сделал ресерч в ЛК. Ну, ресерч у меня тоже есть, да, и йога-сутры, скажем так, и шива-сутры, тоже мы, так сказать, знаем, мы уже об этом говорили, и на живом радио, кстати, мы говорили, есть бытность того, когда я имел программу, мы об этом говорили, и с Расулом, мы говорили, Расул Гамзатов, не с Гамзатовым, вот, а говорили, да, когда ты вместе с ним был у нас на радио, но, да, было такое, да, это достаточно интересно, это достаточно необычно, не принято в нашем западном мире, но, тем не менее, это существует, это действительно старинный трактат, это очень интересно. Хорошо, тогда мы заканчиваем тогда эту тему, и мы продолжим в следующий раз. Спасибо за внимание, всего доброго, всем привет. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!